Все равно, когда проходят чередою Здравствуйте, дорогие друзья К нам в студию приходят люди, чье босоногое детство прошло во врагах нашего городка К нам приходят люди, для которых название «Родина» ассоциируется не с тем непонятным, маловразумительным сооружением, которое нависло над проспектом Ленина А с маленьким, уютным кинотеатром на два зала, на втором этаже которого можно было в любое время попить пивка перед сеансом К нам приходят люди, для которых кафе «Снежить» это то место, где раньше когда-то была забегаловка в парке Толстого Она называлась «Встреча», и там действительно встречались люди, встречались за бутылочкой старого доброго портвишка Короче говоря, к нам приходят люди, которые помнят все, что было А сегодня к нам в студию пришел человек, который всей душой болеет за облик нашего города Ну вот так уж он устроен, вот в душе у него, как говорил Жванецкий, все сверестит и произрастает Который болеет за наш ландшафт, который мечтает о том, чтобы старые постройки Брянска очень гармонично сочетались с новыми Короче говоря, у нас в гостях доктор наук, профессор Александр Городков Александр Васильевич, я вас рад приветствовать на Брянской губернии в программе «Все, что было» Вот так получилось, что мы-то с вами, в общем-то, и закончили школу в один год И вузы брянские за спиной Так что, я думаю, где-то практически в одно и то же время учились, заканчивали Так что, я думаю, что тем у нас будет общих достаточно Вы не против того, что я вас представил именно так? Вы действительно болеете всей душой за... Абсолютно правы, болею, продолжаю болеть и буду болеть за наш город, за его, может, будущее А вот если я попросил вот так вот двумя словами буквально сказать Вот раньше было лучше, чем сейчас, невзирая на строй при коммунистах Но тем не менее, раньше было лучше, чем сейчас, когда прогресс все-таки вступил в свои права и так далее Вы знаете, раньше это 60-е годы, может быть, 70-е И, конечно, хочется ответить, да, было лучше, но почему? Вот вы знаете, я вспоминаю 60-е годы И память хранит многие выдающиеся события в культурной жизни города В 63-м году в Брянск приехал Святослав Рихтер Я был на этом концерте Чуть позднее Эдита Пьеха выступала в парке Толстого На стадионе, по-моему, да? Нет, там был деревянный концертный зал Его уже нет давно Еще чуть позднее, там же был Вольф Мессинг А на нашем стадионе Динамо проходили многие городские праздники И попасть туда было трудно даже Безусловно И вот казалось, что жизнь была наполнена вот такими замечательными событиями А может быть, это просто потому, что деревья были большими? Вы правы Кстати, город помнится абсолютно зеленым Брянск был самым зеленым городом, наверное, в центральной России Вот память детства хранит эти воспоминания Вы знаете, когда я приехал сюда, это был 74-й год 72-й год, простите 72-й год я доучивался здесь последние два класса И тогда бытовало такое вот Я приехал, меня сразу удивило, что кинотеатр полтинник Я сразу подумал, что в Брянске живут остроумные люди Назвать кинотеатр имени 50-летия ВЛКСМ полтинником Могут нормальные, хорошо настроенные, скептические по отношению к власти люди И удивило меня то еще, что сказали Ну, Брянск это наша российская Швейцария Вот так вот меня даже представили Город, в котором мне предстояло прожить всю жизнь И как вам показалось тогда, действительно Швейцария? Ну, я, знаете, я с трудом представлял себе Швейцарию Поэтому я не мог Но, видимо, благодаря тому, что овраги Вот это все, наверное, так оно и было Александр Васильевич, давайте для того, чтобы наши телезрители Так сказать, осознали и узнали основные вехи вашего жизненного пути Посмотрим по традиции, приготовленную нами заранее, вашу визитную карточку Давайте посмотрим, а потом продолжим наш разговор Александр Васильевич Городков Родился в Брянске в 1957 году Окончил среднюю школу номер 2 Затем Брянский технологический институт Несколько лет было отдано Санкт-Петербургу Где он учился в докторантуре архитектурно-строительного университета По сей день преподает в Брянском государственном инженерно-технологическом университете Работает в должности профессора кафедры техносферной безопасности и природообустройства Многие годы Александр Васильевич занимается проблемами экологии города И защитой историко-культурного наследия Издательской деятельностью Возглавляет две общественные организации Наш Брянск и Клуб любителей истории родного края Под его руководством завершен уникальный труд ученых и краеведов города Двухтомное издание «Дворянские усадьбы Брянского края» Александр Васильевич продолжает традиции своего отца Заслуженного архитектора России Василия Городкова Вклад которого в послевоенное возрождение нашего города Хорошо известен брянцам Увлекается музыкой, путешествиями, фотографией Жена Александра Городкова известный в Брянске детский врач-кардиолог Дочь Ирина – инженер-эколог Знаете, я вот посмотрел вашу визитную карточку Там неоднократно звучало слово «эколог», «экология» и так далее Я вспомнил фильм «Гараж» Рязанова Помните, там Костолевский беседует с молодой Костолевский С молодой же Ольгой Остроумовой И, по-моему, то ли она у него, то ли он у него спрашивает А что вы изучаете? Да, я изучаю русскую сатиру А сатиру советского периода Он говорит, какой вы удивительный человек Вы изучаете то, чего не существует Вот насколько я подумал, неблагодарное это дело Отдавать жизнь проблемам экологии Ведь, как правило, все равно она стоит где-то четвертым эшелоном идет Увы, так оно и есть? Действительно так, наверное, да? К сожалению Вы знаете, Брянск – особый город Природа городу подарила удивительный ландшафт Широченду и пойму Дисны Много зеленых насаждений И, конечно же, сохранить это для будущего – наша основная задача А как сохранить? Вот посмотрите, за последние лет 15-20 Мы в этом отношении очень много утратили Утратили ландшафты Утратили множество зеленых насаждений В негодность привели многие наши парки Ну, а мы с вами еще поговорим, наверное, об оврагах Это тоже объект экологии и природы города Поэтому говорить об экологии сегодняшнего Брянска очень сложно Да, это точно Это не только загрязнение физическое, химическое Это визуальные среды загрязнения Это утрата того, что нельзя утрачивать в нашем Брянске Ну, зеленые насаждения Их нужно было всячески сохранять А на проспекте Ленина мы взяли Да уничтожили газоны во время реконструкции И сейчас там практически ни одного дерева А все наши новые стройки Печально все это Как правило возникают на вырубленных зеленых золотых И вы знаете, почему мы пришли в итоге, да? Безусловно, наши телезрители, мы с вами Мы являемся, мы любим наш город Мы являемся патриотами нашего города И как мне больно было услышать Когда к нам в город приезжал Вениамин Борисович Смехов Наш всенародно любимый Атос И меня попросили, но я сам с удовольствием провел с ним целый день То есть я его повез в Вовстук Потом в Свенский монастырь То есть это какие-то такие знаковые места Которые я считал, что лучше всего показать приезжим Он не был ни разу до этого в Брянске Он вместе с женой Мы по усадьбе Тючево походили Поездили, все, в Вовстуге роскошное На нашем монастыре Свенском, да? Там же вид такой открывается Это же вообще обалдеть Вот, и едем обратно в гостиницу Брянск Уже интервью взяли, все Едем, и он говорит своей жене А ты знаешь, какое у меня странное чувство? Она говорит, какое? У меня такое ощущение, что у города нет лица И она говорит, я с тобой полностью согласен Мне было это страшно услышать Просто страшно У города нет лица И это мы проезжали по проспекту Ленина Мимо кафедрального собора Которым многие, в общем-то, гордятся Ну да ладно, мы поговорим об этом чуть попозже Дорогие друзья Я напоминаю вам, как обычно, что мы работаем в прямом эфире У нас сейчас премьера программы Наша, как обычно, по средам С 8 до 9 Работаем в прямом эфире И по традиции же У нас есть такая традиция Мы задаем один вопрос от студии Что называется, для нашего интерактивного голосования А второй вопрос задаст наш гость Я заранее попросил Александра Васильевича Придумать какой-нибудь вопрос Что касается вопроса от студии То он будет звучать довольно странно Может быть Ну, я его задал так С навеком такой на красивость какую-то, да? Считаете ли вы, что возможно, что через 4 года Здесь будет город-сад? Помните, такие строчки были у Владимира Владимировича Маяковского Я знаю, город будет Нет, это другое Уже другой поэма Я знаю, город будет Через 4 года здесь будет город-сад Можно ли сделать так, что Ну, скажем, не через 4 Но через какой-то другой срок Но все-таки постараться и добиться того Чтобы через 4 года Наш Брянск стал город-садом Возможно ли такое? Голосуйте Звонки совершенно бесплатны Голосуйте Либо да, либо нет У нас сейчас плашечка появится на экране К тому же, я напоминаю вам Что мы работаем в прямом эфире У нас два телефона прямого эфира 309-100 Либо 308-900 Звоните К нам в прямой эфир Задавайте ваши вопросы Нашему гостю Александру Васильевичу Городкову А сейчас вам слово Ваш вопрос Нашим телезрителям Вопрос тоже готов И хотелось бы услышать От наших брянцев Телезрителей Какой уголок города Вам наиболее приятен Наиболее привлекателен Наиболее красив Назовите, пожалуйста Ну вот Есть простор для фантазии Кстати, у вас есть такой уголок? Пока не открывайте его Есть, конечно Да? И у меня тоже У меня даже два В общем Я так сразу Стал просчитывать 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 Два у меня есть уголка А может даже и больше Черт, у нас Так и должно быть У нас классный город А почему в один? Да, вот именно Два, три Есть, есть Дорогие друзья Значит Задача такова Вы либо Можете позвонить нам По телефону 309-100-308-900 Ответить на вопрос Александру Васильевичу Назвать ваш любимый уголок Обоснуйте Почему этот уголок Кажется вам наиболее уютным Красивым Симпатичным Олицетворяющим Лицо нашего города Все-таки я надеюсь Что лицо у города есть Либо задать ваш вопрос Александру Васильевичу Городкову И Ну Нет у нас такого роскошного приза Как в прошлый раз Два билета на Спектакль С участием Валентина Гафта Но тем не менее Приз есть Дозвонившему сюда нас И наиболее интересный вопрос Либо наиболее интересный ответ Представивший в прямом эфире Получает Два Пригласительных билета Два ВИП Билета В кинотеатр Райпарк На любой фильм На который вам забыла Рассудиться пойти Тем более что сейчас у нас В конце концов Год кино Вот билеты Как вы знаете Сейчас такие Кинотеатры стоят Недешево Поэтому Мы все вопросы будем фиксировать Равно как и Режиссер нашего эфира Будет фиксировать И В конце мы подведем итоги И кому-то Вручим Или вручим Как поется в песне Два Билета на два На двух человек ВИП Билеты То есть на любой совершенно Фильм Вы можете пойти в кинотеатр Райпарк Ну а пока что Мне бы что хотелось узнать Александр Васильевич Насколько Ваш отец Оказал на вас влияние Вот что из себя представлял Василий Николаевич Городков Я думаю что зрители помоложе Они могут и не знать Несмотря на то что у нас есть И памятная доска Висит на библиотеке И все такое Да Но Это же Абсолютно знаковая личность Это человек Который посвятил Себя тому Чтобы восстанавливать Послевоенный Брянск Разрушенный Послевоенный Брянск Он Ну Взвалил на себя Такую ношу Какую Взвалить сегодня Кажется просто Фантастикой Ну видимо люди были другие Масштабы людские Были другие Вы перечислите Хотя бы Что Что вообще Вышло из-под его пера Назовем это так Вы правы Наиболее знаковые здания Были построены Городком Приехал он в Брянск В 1949 году Когда город Лежал в руинах И задача его восстановления Была самая главная Я с удовольствием Напомню нашим зрителям Те здания Которые Были построены В 1950-х годах Областная библиотека По праву Считаем ее Один из красивейших зданий города Жилой дом Номер 24 С аптекой По проспекту Ленина ЦУМ Это вот Напротив памятника Да Напротив памятника Ленина Ансамбль Жилых домов По улице Фокина ЦУМ тоже его ЦУМ его Номер 33 и 37 Это улица Фокина Дом книги И жилой дом Тоже городков Мемориальный комплекс На партизанской поляне Один из первых Памятников Партизанов Это Круглое озеро Тоже городков Дома Воссозданные Тютчево и Толстого Тоже городков Всего он Осуществил Около 80 Проектов Это очень много Для архитектора Потому что Очень Хотя и много Осталось на бумаге Но все-таки 80 реальных Это очень много А сколько было сделано По вековечной памяти Погибших Тоже городков Я считаю ЦУМ повезло В жизни Все-таки Осуществить Свои проекты В натуре Это великое Большое дело Повезло еще Потому что Я предложил вам сравнить Как было раньше И как сейчас И задаю себе вопрос По неволе Появись такой Василий Николаевич Городков В наше время Да Попробуй он Разверни Да получилось бы у него 80 проектов Вот так вот Но я не говорю Там про отсутствие Финанс Финансирования И так далее Но Как ему не Помешали какие-то Бюрократические Проволочки Я не знаю Как он это все пробивал Вы знаете Другие времена были Вот все время Об этом говорим И нужно было Застраивать город И проекты Вот этих зданий Которые я назвал Ну они Безусловно Их запретить было нельзя В городе Не было библиотеки Не было жилья Но По прошествии 15-20 лет Городков стал Защищать памятники Архитектуры Вот здесь уже Отношение было Совершенно другое И власть Защищать Да Противодействовала А то и полностью Препятствовала Ведь первый храм Который был Реставрирован Не только у нас В городе Но и в стране Это Воскресенская церковь На проспекте Ленина Ну и сколько пришлось Ему помучиться С этим проектом И только вот Благодаря тысячелетию Города Это 85-й год Как-то начальство Согласилось с этим Что не должно быть На центральном проспекте Обезображенного храма Вот А так приходилось Очень трудно Не все проекты Были осуществлены И это совершенно понятно Ну и конечно Защита архитектуры Защита старой Городской среды И в частности Застройки на набережной Конечно Это была очень сложная проблема Защитить ее было И тогда трудно А сейчас тем более Мы сейчас утрачиваем Эти памятники На нашей набережной Улице У нас по-прежнему На набережной Не разрешено строить Дома выше Трех этажей Да Это зона Охраны памятников Посмотрите Что там дальше Вот возле Дисней Семидиэтажное здание Возле фабрики РТИ Откуда оно там взялось Кто его там разрешал Взял Сейчас обсуждается вопрос Благоустройство Самой набережной Рядом с киноконцертным Залом Дружбы И тоже мы видим Что там хочет быть Вырасти Гостиница Напротив Киноконцертного Зала Дружбы Так что Зона зоны охраны А на рифте Там на набережной Если не ошибаюсь Там был центр города Да Старый центр Спасов Преображенский собор Покровский собор Да Покровский собор Там был центр города В каком году его взорвали В 1968 году Взорвали Да Я помню этот момент Вот это интересно Вот я Знаете Я-то естественно не застал Я приехал 6 лет спустя Но слухи Все это Говорили То что Он Никак не могли его взорвать Что Раз Два Три А он все стоял Ведь это было сделано Не так как нынешние Спичечные коробки Ведь выписывали Минеров Насколько я знаю Саперов Там или минеров Из Москвы Чтобы взорвать Этот храм Вы знаете что интересно Взрыв был в 4 часа утра Я его услышал Мы жили по улице Фокина В доме номер 50А А на утро Конечно отправился Как и все мальчишки Посмотреть А что там И действительно Обрушены были Только внешние стены А все что внутренние опоры И столбы Стояло на месте И немало пришлось Потрудиться Чтобы все это превратить В щебенку И потом увезти Действительно Храм был уникальный И во многом Очень ценный Чудная история Нашего государства Взрываем Как говорил Во время Михаил Задорнов Взрываем храм Строим бассейн Потом взрываем бассейн Строим храм А взамен что? Что мы получили взамен? Киноконцертный зал Дружба Расположенный как-то Боком к улице Да Совершенно непонятно Сейчас пришедший В негодность Да С безобразной акустикой И так далее К сожалению это так Мы продолжим Наш разговор Я только хочу еще раз Обратиться к нашим Уважаемым телезрителям Наши телефоны В прямом эфире 309 100 И 308 900 Мало того что Вы можете задать вопрос Уважаемому Александру Васильевичу Городкову Поговорить о делах Нынешних может быть Или повсоминать Прошлое Ну и ответить на его вопрос Какой уголок Брянска Кажется вам наиболее уютным Наиболее красивым Наиболее привлекательным Или Совершенно бесплатно Вы можете принять участие В нашем интерактивном голосовании И ответить Попытаться ответить на вопрос У нас сейчас пока 50 на 50 То есть Кто-то считает Что можно все-таки Брянска за 4 года Сделать город-сад Кто-то в этом Активно сомневается Ваши вопросы В прямой эфир Если вы дозвонитесь До нас Будут примированы Самый интересный вопрос Будет примирован Двумя ВИП-пригласительными На любой кинофильм В Райпарк Кинотеатр Райпарк Мы увидимся После рекламы Не переключайтесь Все, что было Все, что ныло Все давным-давно Улыло Ныло Ныло В эфире программа Все, что было У нас в гостях Александр Васильевич Городков Доктор наук Профессор Преподающий В БГИТО Так трудно выговаривается БГИТО БГИТО Еще лучше СНГ БГИТО Что же за аббревиатуры Породил Наш Еще Так Постсоветское пространство У нас есть звоночек 309-100-389-900 Звоните, пожалуйста Представьтесь Вы в эфире Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Я Наталья Я второй раз уже Ну вот Да, Наталья Слушаем вас Алексей Так Ну я, конечно Ваша поклонница Как уже Интересно, да Ну что касается Любимого места В нашем городе Я даже затрудняюсь Почему? Потому что я Весь его люблю И в Бежицу И в Брянск Я каждый домик Просматриваю Вот И архитектор Этот мне знаком Конечно же Вот Ну а что Неужели Прямо вот таки Весь Брянск Ну вот Я помню Когда приехал Второй Брянск Московский проспект Как кишка Тянется Да И не на чем В общем-то И глаз остановить Я прошу прощения У жителей Фокинского района Но Это не их Так сказать Проблема Не их беда Но какие-то уголки Вот где наиболее Вам комфортно Себя ощущать Неужели нет такого? Есть Вот я например Бежицу Очень сильно люблю Я люблю Харьковскую Знаете Вот там дома старые С колоннами Каждый день хожу Конечно Комсомольскую Обожаю Обожаю Согласен с вами Комсомольскую А Куйбышева Когда каштаны цветут Да Очень сильно люблю Карла Литник Ой Третьего интернационала Это я перепутала Да и Карла Литник Тоже За линией Вот если вы знаете Бежицу Знаю Конечно За линией Ой боже Я даже не представляю Как это все писать Ну быстро же все не скажешь Хожу Хожу Смотрю Смотрю Каждый год Осматриваю Интересую И со стариков Спрашиваю Боже Да чего же интересно Сама материалы собираю Уже несколько лет Во как Ну Наталья молодец какая Да и материалы Не ну это Это настолько приятно Настолько приятно Слышать Нам что Есть люди которые Действительно ходят Интересуются Спрашивают Ну как правило Мы привыкли потреблять Все больше Да ходим Вот тут симпатично Тут красиво Я могу вот о себе сказать Что касается Мест которые я люблю Я очень люблю Во первых Конечно же Свенский монастырь Смотровую площадку Когда никого нету Когда ты один Выходишь на Самую авансцену Смотровой площадки Чтобы не видно было Того что сзади тебя И такое ощущение Что ты летишь Внизу Десна И такое ощущение Что перед тобой Действительно Вся Россия Абсолютно Очень приятно Что вы подчеркнули Этот ландшафт Уникальнейший Во всей России Да И вам где-то много Приходилось быть И мне тоже Но я ничего Нигде подобного Не видел И вот какая задача Его сохранить Пройдет еще 10-15 лет И слева увидим Растущий Фокинский район Справа особняки Пожалуйста Да Особняки Наступают Золотое место С точки зрения Эстетики А там ведь снимать Снимать Я когда первый раз Туда попал И я посмотрел фильм Восхождение Ларисы Шипитько Там помните предатель Да Который в конце фильма Он пытается повеситься Как Иуда У него веревка обрывается Он падает И он выходит И там такой же вот обрыв Он становится на колени И перед ним вся Русь Знаете Он просит прощения У всей Руси Вот то же самое И такое же ощущение здесь Давайте послушаем Еще один звоночек Телефонный Говорите пожалуйста Представьтесь Вы в эфире Я Да Я Ярослава Мария Максимовна Мария Максимовна Очень приятно Ну Мне задавать вопрос Конечно Можете задавать Я хотела вот что сказать Я живу в Фокинском районе Прямо напротив Вечного огня Вечный огонь У нас здесь есть В Фокинском районе И стоит дом двухэтажный 48 года постройки Два раза в год У нас праздники 17-го 9-го мая Отмечают Не стыдно Не стыдно нашим Я как-то раз задавала Нашим этим администрациям Не стыдно Вам стоять Около этого дома Проводить праздники Дом рядом построили У нас сад был хороший Все Сад вырубили А теперь машины стоят А нам будет что-нибудь Какое-нибудь изменение Ну Какую-то устроят Теперь там А дом Это так и стоит А он весь разводился В шлакоблочной Уже Это самое Я думаю Что Александр Васильевич Что можно сказать Марии Максимовне К сожалению Ничего конкретного Мы сказать не можем Что там будет Мы можем только Посочувствовать Как там будет Кстати Все другие жители Которые спрашивают А что будет тут А что будет там Часто не получают Никакого ответа Неизвестно Что там будет Вот мы генплан Принимаем Принимаем Никак не приняли Так вот это ужас Это генплан Который тянется и тянется Да Когда же наконец Придем Хорошо А премиум А дальше что Будет продолжаться То что было Очень двусмысленная ситуация Получилась Потому что Власть Люди которые стояли у власти В течении 10 лет Фактически Да Там шел Абсолютный разгул То есть Вы помните Что творилось Когда выкуплены были Все первые этажи Вся набережная Была выкуплена Человеком Которого мы назвали Однократно Это Андрей Робертович Наш Иванов Вот То есть Творилось Разгул коррупции Назовем это Своими именами Да И продавались участки Направо налево А сейчас получается Что Человек приходит И говорит У меня права на этот участок Вот все подписано Все Все решение Все И что делать власти Спрашивается Если идти в суд То он выиграет Этот человек А городские Областные власти Должны платить неустойку Сумасшедшие деньги Откуда Безусловно Откуда Еще один телефонный звоночек Сейчас я вас перебью Говорите пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Вернее Добрый вечер Вы знаете Я посмотрю вашу передачу И мне очень нравится Брянск Я уже в нем живу Более 30 лет За последние годы Брянск очень-очень Сильно изменился Во-первых Стали Дороги Красивые Вот Постанка Димитрова Конечно Много-много Там Недочетов Но красиво Красивые дома Постанка Димитрова По улице Красноармейской То же самое Преобразование Хорошее Как вас зовут Простите Вера Владимировна Вера Владимировна А вы Из Брянска Нам звоните Такое ощущение Что вы В другом городе Находитесь Может там тоже Есть улица Красноармейская Я не знаю Каких-то красот Или Станка Димитрова Советский район Улица Красноармейская Дома Где же там На Станке Димитрова Это красоты Никак не можем Бутылочное горло Убрать Вот это Неважно По сравнению С тем Что было раньше Красивая улица Вот Но Дороги Дороги И дороги Ну понятно Можно наконец-то Проехать Понятно Хорошо А самое Любимое Ваше место Вера Владимировна Какое? Вы знаете Мне лучше всего Свой двор Нравится Правильно Чеш Хорошо В домино Играют у вас В дворе? Что? В домино Не играют у вас В дворе Как в старые Добрые времена? Играют Играют Звонок Вера Владимировна Вы помните Те времена? Конечно А я жил Изначально Первое место Было у меня Дом обуви По проспекту Легина Там Домино-то не особо В общем Но Как только ночь спускалась Там гитара Гитара Сейчас Никто не играет на гитаре А тогда же Это все Я хочу Вернуться К самый центр Нашего города В нашу юность А самый центр Это был Как он назывался? Тот самый Бульвар Гагарин Как он назывался в народе? Помните? Его называли Брод Естественно Каким-то краем уха Кто-то слышал Что-то по Бродвей Что-то за Бродвей Мы услышали И все называли Брод И вот Туда пойти Вот сейчас Это Можно было бы Перенестись При помощи машины Времени туда Я прекрасно помню Эти лавочки Которые стоят Еще до того Как там появились Ну каштаны Естественно Да были Появились Такие гигантские Уродующие Этот бульвар Портреты передовиков Производства Красные Помните такие Да были? Какие дуры здоровые Стояли Там Какие-то там Лица там были Ну хорошо Передовики Но уродовали Конечно А до этого появления Там стояли лавочки И куда ты идешь вечером? Пойду наоборот Естественно Шли По стаканчику Легкого вина Никто особо Там нет Транзистор Давайте вспомним вместе с вами Что там было в конце 60-х Да вот именно Не было передовиков Безобразных Но стояли хорошие бетонные цветники Цветники были Лавочки были удобные Их самое главное Тротуары Хорошие зеленения Цветов было очень много А помните кинотеатр Новости дня? Конечно Ну так это же было самое Главное место Его снесли где-то уже ближе После 80-х Где-то Да В начале 90-х годов Его снесли И зияло там Забор стоял А я туда ходил Я смотрел там Роман «Совлюбленных» Я смотрел там Документальный фильм Немецкие воспоминания О будущем Который рассказывал о том Что к нам Макосы инопланетяне Прилетали И во всю Тут значит Все это вот Все эти фигуры На острове Пасхи Это все они А какой уютный уголок Был у входа в парк? Помните? Конечно Единой машины Свободно пройти Мамы с колясками Да и сам парк был другой Такое ощущение Что он был больше, да? Да, кажется, больше Возьмите храм Мы отреставрировали Рождественскую церковь И она стала Менее красивой А помните Бельведерную надстройку Со шпилем золотым? Да, да, да Где обыкновенно уютный Уголок А каток На стадионе делал Каток Ну это же Это же любимое место В отдыхе Десять копеек Десять копеек Десять копеек Пришел, заплатил И шурует Я сам И десять копеек Новости дня И десять копеек, да И сколько школьников там И помните Программу школьную Как там крутили Война и мир, да Отцы и дети Пожалуйста У нас преподавательница У меня в гостях Вот на вашем месте Сидела моя учительница Русского языка и литературы Она нас водила И туда В Новости дня И еще был такой кинотеатрик На месте гостиницы Брянск Который назывался Демьяна Бедного Она сюда водила Фильм Коллеги Я помню Здорово И потом вот идешь ты По этому броду Каких там только личностей Можно было не встретить Я помню Я помню сначала увидел Это в Бежице Идет чувак Чувак, да Откуда взялось слово Чувак Это чисто лабухский жаргон Музыканты Когда весь вечер стоишь И дуешь в трубу У тебя губы раздуваются И когда ты говоришь Человек Бутылку вина У тебя человек Получается как чувак Вот Отсюда пошло слово чувак И вот идет чувак У него по бокам Штанов Клеши Ну 35 сантиметров Внизу это было все Стеряга Да Внизу клеши были Змей Или этой самой Замочком Зиппером Чтобы не разнашивались А по бокам Вот здесь вот лампочки Лампочки были Разноцветные Да И он идет Он держит руки в карманах А у него там батарейки И он идет по броду Он поворачивает в сторону Улицы Горького Раз И контактик в кармане Опа И у него тут Лампочки загорелись Он направо поворачивает Раз Налево Это же чудо Обратите внимание Бульвар любили все И не только молодежь Дети само собой А сколько взрослых людей Интересно Так много И от парка Пожалуйста Гуляй В отсутствие интернета Это было место Где обменивались Все сплетнями Совершенно верно Да Все Не спешно прогулки И любители там Музыканты приходили С транзистами Вот так Помните Носили ВЭФ ВЭФ-19 Да ВЭФ-12 Такую антенну Раз На локте обязательно И идет Горд-гордый И там Хрипит Голос Америки Что-то там Битлес там Ой Обалдеть Говорите пожалуйста Вы в эфире Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Алексей Я хочу вам вопрос задать Мне очень важно Ваше мнение Я Во-первых Спасибо вам большое За те передачи Которые вы делаете В своем эфире Приглашаете таких людей Вот Динабурский Недавно был Это сокровище Нашего города Ну и много Поэтому Ваше мнение Для меня Очень важно Я А я не представился Анатолий Шульга Бежицкий район Да Я по поводу Вот Улиц Названий улиц Есть у нас Вот Недавно Тут сейчас у вас Прозвучало Роза Лексембург Там Карла Либных Но самое Что меня Вот Тревожит Или как У нас есть Проспект Димитрова Станки Димитрова Проспект Повторяю Вот И за куток В Бежицком районе Маленькая улица Дважды героя Советского Союза Летчика Павла Камозина Вот Кто такой Станки Димитрова Особенно молодежь Я думаю Они и знать Не знают Его Он Болгарин Ну разбился Тут самолет Я понимаю Ну пусть стоит Памятник На том месте Там Отмечено Это Это страна Уже в НАТО Раз Газопровод Не пустили Через Свою страну Это два Пусть они Эти памятники У себя Они герои Ихние Но Проспект Лучше бы Наживался Дважды героя Советского Союза Камозина И чтоб В школьных Учебниках Было Это имя Чтобы Учили Патриотизму А то У нас Много улиц Объездная Тракторная Коммунальная Ну или уже ли в городе Мало Знаменитых Людей Уже Послевоенное Время Хорошо Анатолий Спасибо Анатолий Спасибо Ну я думаю Что и вы тоже Скажете несколько слов И я могу сказать По этому поводу Спасибо за звонок Это очень На мой взгляд Больная тема Я вот помечу себе Я думаю Что тут Очень неоднозначно Все Очень неоднозначно Сколько мы бились В свое время За то Чтобы Где-то Поставить Помните Памятник Могилевцевым Могилевцевым Люди Которым Мы обязаны Многими зданиями В нашем городе Которые до сих пор Стоят Где у нас Этот самый Диспансер Антиалкогольный На набережной Лебедя Архитектора Это же Могилевцевых зданий Тоже Все Дума Там Несколько Женской гимназии И так далее Проблема Очень большая Но решать Ее нужно Но вот наш телезритель Сказал Что не знает Кто такой Станки Димитров А знают ли они Кто такой Игнат Фокин Наверное Уже Тоже не знают Может быть Очень больной вопрос Анатолий Вот вы Хотели услышать Мое мнение Я Честно говоря Боюсь Если я начну Сказать свое мнение Рискую Какой-то гнев Навлечь По поводу Фокина Того же Понимаете У нас идет Какая-то Нездоровая Зачастую Переоценка Ценностей Может быть здоровая Может быть нездоровая Но Если мы говорим О Фокине Об Игнате О человеке Который Собственноручно Из собственного Парабеллума Расстрелял Более 200 человек Его именем Названа улица Район Город Памятник стоит Я этого Понять не могу Принять Я двумя руками За Анатолий Я вас поддерживаю Насчет того Чтобы Действительно Памятника мало Камозину И если Действительно Называть Потому что Это человек Которому стоит Гордиться Нашей брендской земле И назвать Ну в конце концов Не станки Дмитриев Ну не Камозину Но Тютчев у нас есть Есть исторические Названия улиц Вот давайте Отталкиваться от этого Ведь Улица Фокина Никогда не была Улицей Фокина А проспект Ленина Не был никогда Проспектом Ленина Про Ленина не будем А то сейчас ряд коммунистов У нас в Брянске Разобьют телевизоры Давайте мы уйдем на рекламу После рекламы Мы продолжим Дорогие друзья Звоните Принимайте участие В интерактиве Звоните нам Задавайте вопросы Помните Вот приступ у меня Лежит передо мной Не переключайтесь Реклама пройдет быстро У нас в гостях В студии Александр Васильевич Городков Мы продолжаем вспоминать И размышлять Про об облике Нашего родного города Говорите пожалуйста Вы в эфире А я тем временем Пока будет говорить Наша телезрительница Я налью чайку С вашего позволения Не против? Зеленый сегодня Говорите пожалуйста Ну вот Алексей Я еще хотела Выдавать Два слова хотя бы То что Ну я вот хожу Да Смотрю Что меня интересует Вот некоторых домов Последние 3-4 года Я уже не вижу Их либо новые русские Выкупили Снесли Перестроили Под свои Апартаменты И прочее Вот это для меня Очень обидно Спасибо Это Наталья да? Я так понял Да Наталья Хорошо Я понял Вот как раз об этом Мы хотели сейчас С Александром Васильевичем Немного и поговорить Ну сначала мы закончим Тему бродвея Брода Вот Как так получилось Все таки Что во мгновение ока У нас наш брод Нежно-горячо-любимо Лишился Сначала каштанов Потом вообще потерял Какой-то внешний облик Хотя приезжим нравится Вот вроде бы Да Идут говорят Вот какие-то Гонечки голубенькие висят Там Молодежь ходит Арт-пространство Сформировалось Современно Ну слава богу Что удалось отстоять Круглый сквер Ну да Ведь когда готовились Уничтожать верхнюю часть бульвара У горожан Никто ничего не спрашивал И кстати замахнулись Тут же И на Круглый сквер И мы с вами видели Много примеров Где Круглый сквер Был представлен Уже без Старого зеленого фонда Это ужас Такое произошло Это ужас Просто там же Там же Место где можно Кстати Это второе мое любимое место Не Круглый сквер Даже да А вот я люблю 6 часов утра Май Выходишь на эту площадь Залитый солнцем Ни одного человека Машин нету Которые сейчас Машин нету Заполонили все Вы знаете что сейчас там Каждый день Там пройти не важно Конечно да И вот я говорю Машин нету Утро раннее 6 часов утра Чуть-чуть солнышко И Круглый сквер И вот эта вот площадь Которая Около библиотеки Вот это мое любимое место Вот я не знаю С вами согласиться Это действительно Одно из самых Удачных мест в городе А представьтесь Мы утеряли Круглый сквер И сделали из него что-то Некое подобие Верхней части Бульвара Гагарина Страшно подумать Я хотел еще Возвратиться к первому Этажу города Мы за 2000-е годы За начало этих годов Полностью изменили Лицо всего города Ведь в первых этажах Разместились магазины И в историческом центре И на набережной И в других местах И город неузнаваемо Изменился А возьмите например Город Ярославль Там в историческом центре Вы не найдете Ни одной реконструкции Малые города возьмите Калугу Рыбинск Ничего подобного нет Люди не хотят Портить свои города Но почему же У нас так произошло Мы настроили Лестницы в небо Поднимающиеся К первым этажам Метра на два На три Кому нужны эти магазины В центральной части города Никто об этом не думал Исказили внешний облик Изменили лицо города Никто за это не отвечает Авторов мы кстати Не знаем Кто это сделал И вот такое Безобразное дело Свершили Избавиться от этих магазинов В ближайшей перспективе Практически невозможно Я представляю каково вам Это все было наблюдать Когда ваш отец Который разработал Весь проект Кургана бессмертия Где все было продумано До мелочей Где специально привезенные деревья Эти вот карликовые Рябины Которые как капли крови Там голубые ели Которые как почетный караул Около кургана Все было продумано Выстроено И вдруг появилось Благодаря архитектору Который Господи Слава тебе Что покинул наш город И перестал использовать Брянск в качестве арены Для своих экспериментов Ведь это он хотел Эти 12 апостолов Вдоль бульвара Гагарина Поставить Этот шар немыслимый Который теперь неизвестно Что олицетворяет И почему бульвар Гагарина Называют боулинг Действительно И колонны у входа По лестнице с набережной А курган бессмертия Где стоит стелла На фоне Один памятник На фоне другого Это вообще В каких это Архитектурных учебниках Для кургана бессмертия Необходим был Только ремонт Больше ничего И уход с зелеными насаждениями Никто этого никогда не делал Ну а вот потом пришел Этот господин Не хочется называть его фамилией Лобан Лобан Который взял Да Сделал то что сделал Ведь сколько погибло туй Сколько других зеленых насаждений И к чему это новая планировка Там еще будут какие-то бюсты Еще что-то Ну это все безобразие Конечно В таком месте И вдруг Сделать то что было сделано Но уже я думаю не будет Я тоже надеюсь А вы как сами считаете Вот этот вопрос Который мы вынесли На интерактивное голосование Как вы сами считаете Ну пусть не через 4 года А вообще из Брянска Можно сделать городсад И что для этого нужно Ну во первых Нужно остановить то Что все еще пока происходит Это бесконтрольная застройка Это застройка Кстати бровок Оврагов О котором мы хотели С вами поговорить Потому что это Уродует город Очень сильно Ну многие этого не замечают Что сделать с оврагами С оврагами Перспективно Должны быть превращены Частично хотя бы В рекреационные зоны Я вам приведу Один пример Во Владимире Прекрасный дендропарк Создан на территории оврага Вот и пожалуйста Каскады Лестницы Фонтаны Замечательная А у нас какая-то криминальная зона Безусловно Как она была и раньше Так она и есть и сейчас Это ужасно Ведь нужно осознать Значимость этого вопроса Давайте послушаем Телефонный звонок Говорите пожалуйста Вы в эфире Представьтесь Здравствуйте Меня зовут Светлана Ивановна Я хочу задать вопрос Вот по проспекту Ленина Вдоль 55 дома Находится сквер Имени Вяльцевой Он в таком запущенном состоянии Раньше там и скамеечки стояли И цветы были А сейчас Зарашло там А я даже не знаю Извините Я не расслышал Ваше военно-отчество Светлана Ивановна Светлана Ивановна Я честно говоря Даже и не знаю Что у нас такой сквер Есть имени Вяльцевой Да Сквер Вяльцева Вот напротив Краснобора Проспекта Ленина Вдоль 55 дома А Это там где кассы Да Да Где кассы И вот этот вот Там такой забор Ой стрёмно глядеть Никому не нужен А это между прочим Светлана Ивановна Это Это Вяльцево Это же какое имя Для нашего края Да Очень Зарашло все Бурьяно Ох Какой простор Для работы Деревья Деревья Вдоль этого сквера Все Никто их не обрезает Там идешь По голове Тебе эти ветки болтаются Спасибо за звонок Светлана Ивановна Я хочу вспомнить Как Хотели Как Как вмешательство было И ваше И наше Еще на другом И вообще там Взялись там Средства массовой информации Сквер Проскурина Когда помните Историю Да Даже тоже хотели там Порубать все Вы знаете С этого сквера Все началось А потом был уже бульвар Потом был уже цирк Потом был курган И многое другое Флотская Луговая И многое другое Так все-таки вернемся к оврагам Я не знаю Как насчет рекреационной зоны Которую Возможно ли там вообще Это устроить сейчас Но там же В общем достаточно много людей живут Да И там они живут Как в Мексике Да То есть Там Дом на доме стоит Это все Это вот И за это взяться Это Дело не одного Вы знаете Отдельные участки Есть свободные И нужно уже о них думать Где что-то можно сделать Другие застроены Это проблема для судков Большая Мы не можем их выселить Оттуда никак Но фрагментарно Подходить уже можно Вполне Еще есть проблема С оврагами Связанная с устойчивостью склонов Потому что у нас Только 20% склонов Они безопасны Вот И еще есть Невзирая на эту проблему Строят Строят Конечно Ничего не боятся Еще есть проблема Границ овражных Недавно К сожалению Наша общественная организация Проиграла суд Который требовал В общем-то Уничтожить границы Старые Принятые Которые Давали возможность Строить По бровкам оврагом Многоэтажки здания Но суд нас не поддержал То есть в принципе Можно продолжать дальше Преступную политику По отношению Застройки И судков А к судкам Давно нужно Подойти серьезно Есть концепция Благоустройства Мы ее разрабатывали Есть отдельные Подходящие участки Почему бы не начать Уже работать сейчас Или мы чего-то ждем другого Когда уже окончательно Застроят его И превратят Неизвестно что Назовите краеугольные камни Которые нужно воздвигнуть Скажем так Для того чтобы превратить Действительно город В сад Не трогать пойму Дисней Это первое А ее уже трогают Ее уже застраивают Со всех концов Обратить внимание на сутки Запретить дальнейшее строительство Многоэтажек Обратить внимание на наши парки В том числе старые Исторические Их нужно поддержать Их нужно Вот как говорит Сейчас наши телезрители Вот довели До какого состояния Маленькие даже островки Их нужно конечно Реабилитировать Это обязательно сделать Восстановить уличное озеленение Там где исчез газон Нужно что-то делать Нельзя же жить Без газонов На транспортных магистралях И конечно Нужны другие Совершенно подходы К градостроительству Нашим Вот сейчас новый Генплан Когда он наконец Все-таки утвердится Может мы там увидим Все эти вопросы решенными Но я сильно сомневаюсь Очень часто даже архитекторы Идут на поводу У застройщиков У нас есть главный архитектор В городе? Ну за последние 10 лет Наверное десятый Ну что от него Собственно ждать Мне казалось всегда так Если в городе существует Проблема Если что-то вот нарушается В градостроительстве В архитектуре Первый кто должен Подать голос Это должен быть архитектор Ну а мы когда-нибудь С вами видели В числе защищающих Бульвар Или поим Дисны Наших зодчиков Да никогда Такого не было Это просто ужасно Да я помню Мне в руки попала Там какая-то Каким-то образом Там полутайна Полускрытой камерой Сделана Как принимали этот план Лобанова Когда Ну действительно Там откуда-то Из-под полы Кто-то снимал Чуть ли не на телефон Когда Ну просто Наш экс-губернатор Просто от всей души Обрадовался Что этот план Тянет на 40 миллионов А не на 20 как было То есть Какой простор Действительно Да Как же это можно Освоить хорошо Ну почему бы На этом этапе Не возразить Кому первым Архитектор Да Говорите пожалуйста Слушаем телефонный звонок Алло Представьтесь Да Это Меня зовут Да 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 Это вы А Я Я Мария Максимовна Так Мария Максимовна Живу в Фокинском районе Ну вы уже нам звонили Да Правильно я говорю Правильно С нами говорите Вы уже с нами говорили Мало того Я докажу У нас Вечный огонь Памятник Ну вы же нам уже рассказали Эту историю Про вечный огонь А Не поняла Ну ладно Позвоните еще раз Еще раз расскажите Ну я всегда вас рады услышать Мария Максимовна Спасибо вам за звонок Да Но тем не менее Есть ли поводы для оптимизма? Наверное есть Все таки есть И так еще из уродов Наш город Многое сохранил Природа сопротивляется Возрождается Браво богу Так что вот конечно Что бы мы делали Если природа не сопротивилась Надо остановиться Давайте мы успеем принять Наверное еще один телефонный звонок Говорите пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Вашему командиру В другом месте Хороший Свой Чтобы был памятник На царевом постаменте Не на Могилевсовском На Трансовском Неужели не достойный человек? Спасибо большое вам Очень хороший вопрос И если бы вы знали только Сколько копий было поломано На эту тему И сколько мы Сколько было сторонников Сколько было людей Которые И фонд Могилевцевых Ирина И Юрия Петрович Которые Говорили Не надо ссорить Мертвецов Но в конце концов Памятник Кравцову Который был поставлен На постамент Где стоял памятник Павлу Могилевцеву Роскошный памятник Это гимназистка Которая Конечно Это придумка Какая гениальная была Кравцову памятник Самое место было Перенести И место для него было На Потемкинской Нашей лестнице Вот уголок Там есть Зеленый островок Да Зеленый островок Вот там Где в этом здании Где создавался Партизанский отряд Вот там И нужно было Так сказать Поставить А там восстановить Памятник Могилевцеву Пока что Владимир Увы Я с вами полностью согласен Это именно тот самый Старый город И памятник Там был бы уместен Но Слава Богу Что на проспекте Легина Хотя бы заложили Будем надеяться Что Ждем Ожидаем Когда Там будет Прекрасный памятник Ну что же Спасибо большое Что Хорошо в течение часа Дали возможность Повспоминать Тряхнуть стариной Вспомнить О жизни Нашего брода Мы еще По многим Закоулкам Нашего города Не прошлись Тот самый бар Нептун Который не Нептун был вовсе А называли его Котлетная Или пельменная Котлетная А в народе Его называли Харчевная Трех пескарей Куда В жуткую В жуткие Зимние вечера Народ заходил И под пельмешки Там потреблял Все это На каждом углу Сколько воспоминаний Господи Только садись Да вспоминай Это тоже нужно делать Я думаю Спасибо вам большое И давайте подведем итоги Итак у нас все-таки Считают Что можно сделать У нас оптимистов больше Среди наших телезрителей 60% за то что можно сделать За 4 года Город сад 40% В этом активно сомневаются Что касается Звонивших нам сюда Я не знаю Вот я скажу свое мнение Меня как-то Как-то приятно Воодушевило И вселило Какой-то оптимизм Девушка по имени Наталья Которая ходит Собирает И любуется на здания Вот Да И я бы ей все-таки Вот наверное Отдал бы эти два билета Я согласен Да? Конечно Ну давайте так и сделаем Наталья Вы у нас победитель сегодня Так что Телефончик Я надеюсь Вы оставили Если нет То перезвоните нам Сюда на программку Вот И вот эти вот два билетика ВИП приглашение В райпарк Они ваши Ну что же Еще раз спасибо вам большое Спасибо вам Книжечки мы так и не показали Увы Давайте покажем Прекрасный вот альбом Который Который Роскошно на мой взгляд Издан Это книга Посвященная отцу Александру Васильевичу Василию Городкову Вот можно наехать Так вот показать Да? Полным-полно иллюстраций И действительно Те здания Которым Имеет самое прямое отношение Василий Николаевич Городков Все церкви За которые он сражался И которые он восстанавливал Все здания И все его И скульптурные работы И живописные И так далее Мы прощаемся с вами Дорогие друзья Я как обычно Не говорю вам Но мне бы очень хотелось Чтобы человек Который запланировал На следующий раз Получилось бы у него Прийти к нам Действительно Еще одна знаковая фигура Нашего города Мы увидимся с вами В рамках программы Все что было Через неделю Как обычно В прямом эфире В 8 часов вечера Всего доброго Это была программа Все что было Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры